Эфир телеканала РБК продолжает проект Открытая студия. Сегодня мы работаем в выставочном комплексе Экспо, где проходит межрегиональный форум по популяризации лучших практик в социальном предпринимательстве. Сейчас к нам присоединяются исполняющие обязанности министра предпринимательства и туризма Башкортостана Зухра Градиенко. Зухра Маулибаевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. По моим данным, в ноябре 2023 года в республике насчитывалось 606 социальных предпринимателей. Год прошел, наблюдается ли положительная динамика и в каких нишах сейчас по большей части представлена прослойка предпринимательства? За последние годы мы наблюдаем рост, безусловно, но в последнее время наша самая главная задача удержать то количество предпринимателей, которое есть, особенно социальных предпринимателей, потому что это такая ниша гибкая, каждый год надо подтверждаться. Поэтому мы очень тщательно смотрим за то, чтобы этих предпринимателей было не то, чтобы больше и больше, чтобы это было росло и качество, и количество. Поэтому сегодня мы говорим о цифре 606 человек, а это второе место в Российской Федерации по количеству субъектов малого предпринимательства в социальном бизнесе. Безусловно, время, начиная с ковидного времени, диктует нам новые условия, и предприниматели очень быстро реагируют на это. И вот став социальным предпринимателем не так сложно вообще на самом деле. Там надо ряд условий соблюсти, прийти в министерство, подать эту заявку в реестр, включиться в нее и, в общем-то, стать социальным предпринимателем. А за этим статусом стоит небольшая, но все равно государственная поддержка. Это бесплатные деньги, которые мы раздаем уже в течение многих лет, для того, чтобы поддержать это социальное предпринимательство, выделив его важность и нужность в субъектах наших предпринимателей. Зухрам Ульдбаев, все-таки интересно, на Ваш взгляд, какие факторы сейчас могут тормозить развитие социального предпринимательства и вообще предпринимательства в целом? Потому что ситуация в экономике довольно сложная. Да, Светлама, но знаете, говорить, выделяя социальное предпринимательство, я вообще хочу сказать о предпринимателях. Безусловно, дорогая ставка, которая просто бьет всех по рукам. Понятно, что у каждого бизнеса должен быть оборот, должна быть оборотка, и деньги, в том числе дешевые деньги, они должны были выйти. Сейчас немножко сложнее. Но мы в любом случае наблюдаем, что нет у нас закрытия предприятий массового ухода из рынка. Поэтому, опять же, я благодарю предпринимателей за активность, за смелость, за то, что, в общем-то, они принимают решение и берут и эти дорогие деньги, и пользуются нашими мерами поддержки. Они действительно у нас в Башкирии очень хорошие меры поддержки, правильные, и они общедоступные. И здесь, наверное, что хочется сказать. Мы каждый раз, буквально каждый день начинаем оперативку, у нас эта тема прямо на особом контроле. Что делать, какие меры поддержки нужны. Вы знаете, полностью залить деньгами какими-то дешевыми, это тоже, наверное, не есть хорошая мера. Все-таки бизнесмен – это такой человек, это тоже особая каста людей. Не все могут быть бизнесменами, не все могут быть успешными бизнесменами. Ведь наша задача сегодня – создать среду благоприятную для развития, благоприятную среду. Во-первых, благоприятную среду понимания, чтобы в каждом муниципалитете, вот у нас сейчас есть бизнес-шериф, и 5 лет мы этот институт у нас в Башкортостане позиционируем, как уникальная практика. Действительно, каждый предприниматель, и начинающий в том числе, может прийти в администрацию без часов приема, прийти к этому бизнес-шерифу, к заместителю главы, записаться на прием в главе и очень быстро свои вопросы решить. Возможно, эти вопросы не решались годами, возможно, они вообще не решаемы. Но, по крайней мере, найти пути решения, найти возможность выход на республиканские и даже федеральные органы власти у бизнесмена сегодня есть. Да, ну, что греха таить и скрывать то, что раньше. Тяжело было бизнесмену, и бизнесмен держал такую позицию, только не мешайте. Вот сейчас мы не то, что не мешаем, мы сейчас обязаны должны помогать. И вся наша работа на это направлена. Я сама была в бизнесе несколько раз, я пыталась, у меня были заходы на бизнес. Первый раз не случилось, я свой пример провожу, потому что я не смогла просто попасть на прием в Комитет управления собственности, получить земельный участок. Это было давно, это было очень давно, но вот не было такого. То есть я раз сходила, два мне сказали нет, потом еще раз нет. То есть понимания не было, мер поддержки не было совсем. Второй раз мы хотели с мужем заняться, кстати, туризмом. Но не сложилось, потому что непонятна была схема, как работать. И был вопрос, кто будет там работать. То есть если ты сама, то надо вот нанимать. Вот какие-то такие вопросы я не смогла для себя решить, не зашла. Но попытки у меня были всегда уйти в бизнес. И я примерно знаю, с какими служащими сталкивается начинающий бизнесмен и уже тот, который действует. То есть по сути сейчас бизнес-шерифы наши берут предпринимателя за руку и просто ведут. Да, и мы обучаем. Буквально вчера мы с ними проводили большую стратсессию. Встречался глава республики Радик Варидович, объяснял, какие сейчас тенденции, какие новые задачи ставит он перед бизнес-сообществом и перед бизнес-шерифом. Но тем не менее для предпринимателей, наверное, особенно социальных, денежная поддержка, она играет такую большую роль, потому что мы понимаем, что и рабочие места нужно оплачивать, и на пополнение оборотных средств. А ставки сейчас, по сути, заградительные, да, и привлечь какое-то финансирование, кредиты, очень сложно. Вот по федеральной линии на поддержку соцпредпринимательства выделяются деньги. Вот сколько удалось получить в этом году Башкортостану, да, и сколько социальных предпринимателей получили поддержку? Я отвечаю за свой период работы. В 2024 году мы раздали небольшую сумму, 2,5 миллиона. Всего 5 человек получили по 500 тысяч для социальных предпринимателей. В ближние годы было больше, было федеральное субсидение. Вот именно там мы немножко нарастили количество социальных предпринимателей. Но, Светлана, социальные предприниматели – это про людей. То есть я к чему? Конечно, там нужна поддержка. Почему? Потому что в основе социального предпринимательства вообще вначале стоит не заработок, а улучшить условия того или иного гражданина. Ну, то есть какие-то вещи, которые будут способствовать улучшению среды. Решить какие-то социальные проблемы. Социальные проблемы, да. Поэтому социальные предприниматели, безусловно, нуждаются в деньгах. Вот. И мы на следующий год готовим программу. Я сейчас ее не анонсирую, потому что именно сегодня я хочу понять, какие еще меры поддержки будут востребованы. Кому-то 500 тысяч – это просто, ну, вот, значит, кому-то это хороший стартап для того, чтобы начать. Кому-то небольшая поддержка, такая, знаете, благодарность за его работу. Ну, немножко поддержать, помочь, посмотреть в его сторону. Поэтому здесь, наверное, мы еще будем работать над тем, чтобы понять, какие меры поддержки будут востребованы именно в социальном бизнесе. Еще раз, социальный бизнес – это про людей. Это про людей. Я надеюсь, что это действительно будет так. Не постоянно излечения прибывали. Это для того, чтобы сделать какие-то услуги для людей более доступные. Ну, давайте вспомним, почему у нас это зародилось. Когда у нас не хватило в детских садах мест, очень быстро государство среагировало и сделали эти сертификаты. И сразу как грибы начали расти, эти детские центры. И вот, например, я знаю детский центр Теремок, он в Деме находится. В Ярком. Я туда заходила. Это интересное заведение. Вот у меня дети выросли, но я бы с удовольствием туда водила. И в целом ценовая политика для гражданина очень приемлемая. То есть и люди, и мамы молодые могут воспользоваться этим детским садем, который буквально у них там на Соколе находится, на первом этаже домов. То есть это здорово. Взять реабилитационные услуги, они очень востребованы. Реабилитационные услуги. И это вот та ниша, о которой мы говорим, она сейчас очень плохо заполнена. Мы надеемся, что медицинские центры будут искать возможности находить новые подходы вот к этой теме. Мы вот на это будем выделять и средства, и свое время, и будем сопровождать проекты, связанные с реабилитацией. И производственные средства, технические средства реабилитации. Это обязательно, но там Минпром больше будет. Ну, хочу сказать, что там есть возможности получения субсидий, но мы также будем поддерживать. Следующий год тематический год. Он посвящен году, Ради Фарича объявил уже, году поддержки бойцов СВО, их семей. Вот здесь нам тоже, думаю, надо эту нишу правильно выстроить. Это и психологическая помощь, правильно, профессионально, хорошая, доступная. Вот. Это и реабилитация, это адаптация, абилитация. То есть тут столько новых открывается ниш. Понимаете, как тут, не дай бог, услышали меня, что мы на этом пытаемся заработать или как-то. Мы хотим, чтобы люди увидели возможности в новом времени и могли помочь. При этом помочь и себе, и своей семье вообще в целом выстроить вот такую хорошую работу. Очень много ниш должно быть задействовано именно предпринимательским сообществом. Почему? Государственная машина, она неповоротливая, она очень сильно нормотворчеством занимается и так далее. То есть там много чего идет очень медленно. Но это правда. Вот. Не потому что вот, ну так получается. А предпринимательство, оно гибкое, оно быстрое. Оно очень быстро реагирует. Это вот даже есть примеры, когда очень быстро появляется какая-то точка общепита, если вот все время там. Если есть спрос. Да, да, да. Поэтому здесь вот, наверное, надо нам подумать над тем, как следующий год сделать правильно. Выстроить по линии моего министерства, нашего министерства, извиняюсь. По линии нашего министерства для того, чтобы все-таки сделать эту историю интересной. Все-таки интересно, да, какие еще перспективные ниши могут быть для социальных предпринимателей, которые, ну, вы бы хотели, да, как министер предпринимательства и туризма, чтобы усилили социальные предприниматели. Ну, вот туризм, туризм. Что-то станет туризм, да. В туризме много интересных мест, Башкортостан уникальный. Конечно, здесь надо посмотреть, как развить хорошие базы отдыха, доступные для семейного отдыха. Вот. Понятно, что можно построить очень классный супер отдых, и ценник будет там серьезный, да, и не каждая семья себе может позволить отдохнуть там 2-3 дня. Поэтому вот здесь, наверное, в рамках туризма я тоже вижу большую перспективу. Учитывая, что там есть федеральные субсидии, буквально со дня на день объявляется конкурс Минеком России на получение субсидий на строительство модульных, ну, вот этих, афреймов и домов для отдыха. Поэтому здесь вот только вперед. Там есть момент, очень многие приходят с идеями, вот буквально сегодня, там четкое ограничение по земле. Вот вид, разрешенный использованием, должен быть рекреация, ну, либо под туризм. То есть вот тут вот надо понимать четко, что предприниматель должен иметь эту землю для того, чтобы там этот бизнес реализовать. Тогда он может претендовать на федеральную субсидию. Но здесь еще одна, может быть, сложность, на мой взгляд, что сейчас в этой сфере все-таки очень сильно растет конкуренция, да, вот социальный предприниматель сможет как-то балансировать и не опуститься на дно? Нет, социальный предприниматель, он ценой предприниматель. Он ценой предприниматель. Просто в его виде деятельности вот предусматривается вот такая... Зачастую они стесняются о себе заявить громко. Ну, вот мы помогаем в виде этого форума, смотрим. Ну, конкуренция есть везде. Выживают сильнейшие, умнейшие. У нас 138 тысяч предпринимателей сегодня. Это большая армия. Это каждый третий человек занят в этой сфере. Ну, то есть либо работает там, либо сам является собственником бизнеса. Это большая армия. То есть это действительно движущая сила экономики сегодня. И нам важен каждый. Вот тут безусловно. Но в любом случае есть моменты, когда, общаясь с предпринимательским сообществом, они высказывают то, что... Ну, вот то начинаем рождать новых много, но при этом забываем про тех, кто уже давно стоит на ногах и делает очень многое. Поэтому вот здесь баланс должен быть. А социальное предпринимательство, оно же неуязвимо. Оно в целом такой же предприниматель. И там очень хорошее. Просто у них одна из... Такая самая главная миссия, это именно помогать. Первая очередная. Там не значит, что там нет финансовой модели. Она есть. Зухрама Ольбаевна, сейчас многие сферы экономики столкнулись с такой проблемой, очень серьезной. Это нехватка кадров, да? Вот на ваш взгляд, все-таки, вам не кажется, что социальные предприниматели в этой части еще наиболее уязвимы, потому что у них очень специфичные такие рабочие места? Проблема кадров, это просто бич, наверное, нашей во времени. Вообще Российской Федерации буквально все, и мои коллеги из других регионов тоже говорят о том, что очень сложно. Ну, здесь надо выстраивать очень правильную политику. Я пока не знаю, как это правильно решить. Вы знаете, ведь если заниматься миграционными потоками, там, это тоже история уже сейчас не сыграет. Да. Все страны начали подниматься, все начали работать над этим. Вот видите, как в основе всего стал человек. Вот сейчас человек. Ну, вот буквально внизу проходит промышленный форум. Я вижу там робототехнику, вижу то, что очень многие машины сейчас могут заменить человека. Но кадровая политика, это то, чем надо заниматься в ближайшие годы. Прямо серьезно заниматься, очень вдумчиво, с научной точки зрения, применяя методы, наши, те хорошие наработки наших предыдущих поколений, которые, в общем-то, тоже... Используют лучшие практики. Да, пережили послевоенное время. Ну, надо понимать, что сейчас надо, и с учетом времени, и почему-то, потому что много попыток производится. Я смотрю на этой риторикой, которая происходит сейчас по людям, по деторождению, по вообще... Вот. Там много спорных моментов, но есть то, над чем надо работать. Безусловно, сохранять человека. Сохранять человека в Башкортостане. Сохранять человека, и каждый человек, который работает в организации, учится где-то, он должен быть важен. Вот если важность человека, каждый человек почувствует себя нужным, важным в своей стране, в своей республике, своему родному городу, селу, то, безусловно, мы эту задачу выполним. Она такая, знаете, большая задача. Все должны над это работать. Предприниматели, на самом деле, одна из самых главных критериев закрытых, это даже не деньги. Это люди. Вот ко мне приходил предприниматель, у него небольшой кирпичный завод. Он говорит, у меня есть деньги, у меня есть машины, у меня нет людей, у меня нету, он говорит, тракториста. Вот просто вот, казалось бы, и есть зарплаты уже, которые конкурентны. Я знаю, что одному из электриков, дай бог ему здоровья, в торговом центре у него зарплата почти 200 тысяч. Он получает больше, чем министр. Так он, наверное, до такой степени, то есть уже на ниши, кто важен больше государству. Зухрая Мольбаевна, заключительный вопрос задам. Да, вот мне интересно, насколько сейчас вообще инвесторы рассматривают социальную сферу как какую-то привлекательную. У нас очень много инвестпроектов вроде было по пансионатам и прочее. Да, да. Вообще у нас есть ниши. Опять же, все зависит от того, где, как это будет реализовываться. Я обратила внимание на то, что вообще я знаю из прошлой своей работы, дома престарелых очень нужны. Вот хорошие, современные. Да, это, к сожалению, такое время. Очень много пожилых людей одиноких, очень много. Не все могут их взять, приемные семьи, это тоже у нас есть мера поддержки государства, приемная семья. И, наверное, однажды я выступала перед предпринимателями, но не как министр, а как глава. Я говорила, что вот эта ниша будет задействована. Сейчас мы опять приходим к этому. Я понимаю, что об этом надо говорить. Просто с большой трибуны говорить, что давайте открывать дома престарелых. Опять же, мы можем пойти к тому, что у нас все-таки такое государство больше семейно ориентировано. Но вот это время диктует то, что это нужно. И иногда, когда пожилой человек в семье заболевает, и семья не может, к сожалению, за ним ухаживать, потому что у них нет навыков, есть такие заболевания, и лучше ему находиться в хорошем специализированном учреждении. Не в таком, который показывают какими-то решетками, ни в коем случае, а в хорошем, таком современном. И я тоже вспоминаю фильмы иностранные, когда показывали, когда пожилые граждане живут в отдельных комнатках, у них там целая атмосфера, целая такая большая-большая семья с медицинским обслуживанием, с правильным культурным досоком, с правильным рационным питанием. У них даже танцы и так далее. Мне очень хочется, чтобы в дальнейшем этот бизнес тоже у нас был, хороший бизнес, такой социально ориентированный. Это социальное предпринимательство. Очень много одинногих. Очень много, когда дети не могут ухаживать за родителями. Это такая боль моя бывшего социального замоглавы по соцполитике, потому что я видела эти семьи. И дети готовы платить, они же тоже должны работать. То есть такая тема, не надо ее стесняться, вот я что хочу сказать, не надо. Не надо говорить, что ой, мы всех заберем домой. Не всегда это получается, не всегда это правильно, Светлана. Поэтому здесь вот эта ниша, она абсолютно свободная. Надо на нее смотреть очень серьезно. И я думаю, что это будет востребовано. Зухра Молитбаевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Конечно, желаем удачи в работе. Спасибо большое.